Добрый день! С вами Валерий, мастер-приемщик кузовного ОМЗАП. Перед нами автомобиль Киа Сид, купе. Он полностью окрашен, собран. А теперь краткая предыстория ремонта этого автомобиля. ДТП случилось далеко за городом. Подскажи такой момент, мне интересно. Можно это все, в принципе, заристовать и нормально потянуть? Можно сделать все, но как это потом проявится в процессе эксплуатации и стоимость этих работ, проще поменять. В связи с дефицитом запчастей, иногда проще сделать вот так. Вот так это как? Я вот что-то пока не понял. Это срезанный элемент с другого автомобиля. Получается, постойка, усиление, все осталось. Так тоже можно сделать. Причем сэкономить на этом и время, и деньги клиента. Ну, понятно. Ну и будет новая крыша, получается. Да. А врезается вот здесь где-то, да? Ну, вот так. И здесь, посерединке, да? Да. И здесь вот так. Вот здесь вот так, да. Все, и в принципе, остальные элементы здесь можно все восстановить. Вот дверь, крыло, самые сильно поврежденные. Крыво, да. Крыво можно, это вообще, мне кажется, даже без покраса вытянуть. Да, у нас также есть услуга управления. Да, да, без покраски. Детали без окраски. Если заомов нет сильных, никаких швов, окрашенно-покрытие. Красочные не повредено. Да, можно все это восстановить сейчас. Есть инструмент специальный, есть люди обученные. Присутствуют у нас такие ребята. Ну, а здесь все, в принципе, в порядке. Единственное, мне вот, кажется, здесь подавила крыша, стойка, и она маленькая здесь, да? Нет, дверь на месте, она абсолютно. А, просто отрегулировать. Да. Все, понятно. Первые, в общем, ласточки полетели в наш кузовый цех. Приветствую, Алексей. Спасибо, что уделил время нам. Поделишься первыми впечатлениями от увиденного? Да, поделюсь. Все прекрасно, отлично. Очень понравилось, как покрасили. Сейчас, вот, смотрю, идет полировка. На днях буду забирать уже. Все качественно, без потеков, без ничего. Сделано прям отлично. Автомобиль, поскольку делается для себя. Салон я забрал. Салон сейчас весь перешивается. И машина сразу, скажем, из этого сервиса едет в другой сервис на установку салона. Чтобы, как бы, делается автомобиль для себя. В дальнейшем, как бы, буду сам на нем ездить. И поэтому нужно сделать качественно для себя. Алексей, как опытный автолюбитель, поделись еще, пожалуйста, своим мнением. Вот, как ты пришел к выбору СТО. Какие трудности предстоит пройти автолюбителям перед тем, как выбрать автосервис для ремонта кузовного? И в целом, что следует знать, чтобы грамотно с этим вопросом разобраться? Ну, скажу так, машина у меня перевернулась еще осенью. Я на протяжении, там, трех-четырех месяцев искал, где мне сделать качественный ремонт. Объехал несколько сервисов. Три-четыре. Как бы, решение... Люди посмотрели. У меня были замяты, вот здесь, боковины с двух сторон. Была замята вся крыша. И пришли к решению тому, что нужно поменять крышу целиком. Но я тоже к этому склонялся, потому что вытягивать споттером и ложить килограммы шпаклевки – это не вариант. Это если только на перепродажу. Я искал хороший, качественный сервис, как и многие, наверное, искал по отзывам через знакомых на том же Авито, отзывы. Но тут со временем смотрю, открылся кузовной ремонт ВМЗАП. Как бы, у меня уже не первый СИД, поэтому я ребятам доверяю, и поэтому пригнал его сюда. Как бы... То есть обслуживание здесь? Да, обслуживание все здесь. Это третий СИД уже у меня. Я обслуживаю здесь всегда постоянно. Делал и на предыдущем автомобиле капитальный ремонт тоже здесь. И поэтому обратился, потому что ребята делают качественно и в оговоренные сроки, которые оговариваются уже при сдаче автомобиля в ремонт. Тут у нас еще история со сроком была. Надо было быстро сделать, чтобы она не стояла долго здесь у нас. Да, как бы, но везде говорили, там, 3-4 недели, как бы, ребята тоже сделали в этот срок. Просто в процессе ремонта было принято решение красить не только крышу, я принял решение покрасить весь автомобиль полностью. Да, ну это правильно на самом деле, потому что покраска элементов всегда связана с возможным непопаданием. Потому что покрасить крышу с переходом задним крылом и капот с бампером, то есть остается от этой машины только 3, ну 4 элемента, которые остаются некрашенными. Поэтому было принято решение облить ее полностью. Я в этом решении тебя полностью поддерживаю. Но в целом все, история понятная, автомобиль тоже, в принципе, понятен весь. Я думаю, на этом все. Благодарю вас за отзыв, за обращение в нашу компанию. Ребятам большое спасибо, успехов им к кузовному цеху, скажем так, побольше клиентов, так же, как и в рабочем цеху. Машины у всех ломаются и все сами принимают решение ремонтировать ее или продать. Я читал тоже отзывы, люди писали, когда срезали крышу, типа, лучше ее продать. В реальном времени, если мы посмотрим рынок на автомобиле, то тот человек, который делает для себя, он сделает и будет ездить дальше. И любить свой автомобиль, и обслуживать его, и ремонтировать. Еще обращусь к вам и не раз. Субтитры сделал DimaTorzok